здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас многие говорят о кризисе я уже об этом несколько видео снял но сейчас я хочу как бы снять целую серию видео о том что такое кризисы какие кризисы я пережил что им предшествовало как их можно было предвидеть и как можно было заработать на этих кризисах это чисто во многом мои личные ощущения во многом результат моей личной жизни поэтому это будет очень сказать субъективной конечно оценки субъективные видео но возможно кому-то это будет полезным потому что я пережил свои за свою жизнь и уже несколько таких кризисов какие это были кризисы но я родился в 1963 году в 64 году пришел к руководству страны брежнева леонид ильич и всю свою сознательную жизнь вот ну как бы школу я закончил при брежневе я институте учился при брежневе и закончился да когда я был на насколько помню третьем курсе я узнал о смерти брежнева вот и дальше понеслась значит эпоха андропов устинов горбачёв усин черненко горбачёв после горбачёва ельцин ну и так далее так далее и первый такой как бы кризисом первым кризисом был кризис который вылился в революцию буквально когда социалистический строй сменился на капиталистический что ему предшествовало причины моя личная оценка повторяю я знаю что будут немало людей которые согласны со мной и которые не согласны со мной вот и как можно было использовать эту ситуацию для того чтобы подняться дело в том что кризис это всегда нарастание противоречий каких-то каких противоречий вы смотрите великий у нас есть великих теоретик революции это владимир ильич ленин который еще в 1917 году совершил октябрьский переворот революцию именно он сказал насколько я помню что кризис революция это результат нарастание противоречий когда как он сказал верхи уже не могут жить по-старому а низы не хотят вот то есть есть старая какая-то система которая работала была господствующая доктрина значит по устройству жизни она значит свое отработала в свое время она была прогрессивная она свое отработала и на смену ей выступают какие-то новые тенденции которые которые она тормозит в силу своей как бы инертности потому что она хочет сохранить свое положение старая система и чем дольше она пытается это сделать тем страшнее случается кризис тем сильнее получается ну как бы взрыв поэтому вот такая теория и что надо делать в этом случае случае кризиса надо смотреть значит понять причины то есть те причины которые ведут основные противоречия которые ведут к кризису и использовать их смотрите вот есть старая система еще раз старая доктрина вот есть новая и новая подпирает старую же подпирает старую понимаете вот и что получается значит старое естественно сопротивляется там идет какой-то конфликт который выливается либо в революцию либо в какое-то значит кризисное явление так сказать там страшное падение рынка и так далее и в результате в результате кризиса всегда устраняются эти противоречия эти дисбаланса то есть вот растет какой-то дисбаланс и как-то устраняются эти дисбалансы эти дисбалансы могут устраняться мирным путем если правительство руководство например замечают эти дела и вовремя реагируют а бывают революции бывают войны бывают жертвы это надо понимать но вот например значит со времен 1917 года у нас стране была господствующая доктрина это социалистическая система это плановая экономика административно командная система и постепенно экономика замедлялась все закончилось вы знаете при брежневе стагнации и новая система уже да а другая система в мире господствующая была капиталистическая и в результате в течение 70 лет вот противоборство этих двух систем ну как-то вот получилось так что социалистическая система очень показала вот та система которая была в нашей стране она показала свою несостоятельность я понимаю что многие будут со мной не согласны но это мои ощущения это видео и я об этом расскажу буквально в следующем видео вот и я расскажу о том как я это использовал для того чтобы очень здорово подняться то есть это был мощнейший рывок в моей жизни на самом деле потому что я понял что новая система которая придет она будет то есть я понял эти тенденции вот и я понял чем надо заниматься что надо делать для того чтобы использовать все возможности которые есть и я их использовал по полной схеме тогда в полном объеме и я очень здорово поднялся вот в этот период почему я это сделал и какие мотивы я вам расскажу как бы как это происходило следующий кризис который был это дефолт 1998 года это тоже как бы его можно было абсолютно точно предвидеть я расскажу о том какие что предшествовало дефолту не результаты а причины его и во что это вылилось и как это можно было использовать еще мы знаем кризис был 2008 года насколько я помню год кризис доткомов ну эти кризисы были не так заметны просто для населения может быть но это были кризисы и это были они решались мирным путем особенно с доткомом мне очень понравилось как его удалось чисто спокойно сдуть но там тоже можно было очень сильно заработать вот 98 на счет 2008 год ну и сейчас следующий кризис в общем стать утверждается что кризисы повторяются каждый там 10 11 лет 11 лет прошло сейчас 19 год и все ожидают кризис если он будет то в чем он будет заключаться какие причины и что делать возможно вы будете смеяться может быть что делать но как бы у меня есть и свои мнения я его расскажу возможно я говорю это будет полезным поэтому оставайтесь на моем канале еще один момент значит значит как можно использовать кризисы но смотрите я приверженец огромный фондового рынка конечно же я рассказываю на своем канале о том как создать источники пассивного дохода как заработать деньги и о том вот в этом разрезе и о том как использовать вот эти кризисные явления для того чтобы сохранить свои деньги и очень часто приумножить ну например когда была вот революция перестройка там не было биржи и были свои методы потом в дефолт в общем то тоже не было такой особой биржи и нет не было и в общем сказать я выжил сказать я проанализировал мне кажется я я просто сохранил деньги их у меня не особенно было но я их сохранил вот в 2008 году я ничего не сделал я его профукал просто вот возможно были причины ну вот вот так вот и соответственно сейчас будет кризис или не будет вот мы с вами обсудим я уже рассказывал о встрече в открытии об анализе мировой экономики что нарастает какие противоречия поэтому оставайтесь на моем канале сейчас поставьте пожалуйста лайк напишите хотите ли вы чтобы я делал этот обзор чтобы я делал эту серию видео может быть это кому-то не интересно вообще вот ну а сейчас спасибо за внимание с вами был Деменков Юрий до встречи cuál Продолжение следует...